всем привет дамы и господа с вами как всегда александр и залим здравствуйте и достаточно много у нас сейчас последнее время народ просят сделать сравнительный обзор на две коляски от одного и того же бренда joy и вот интересно чем именно отличаются вот реально в нос к носу как говорится поставив две коляски эти две модели я сегодня вам покажу joy finiti это версии signature а залим joy area signature signature это такая специальная серия у компании joy которая исполнена в более дорогом виде материалы более дорогие приятные общем такая чуть близко к премиуму уже что-то такое вот да я сейчас назову у finiti соответственно технические характеристики в двух словах напомню joy это великобритания производитель дает гарантию один год что в принципе достаточно вес коляски кстати мы рассматриваем их в виде прогулок но они бывают и в комплектации два в одном сразу поменьше как три в одном можно купить это да да купив автокресло и все она у вас три в одном смотрите вес finiti 11 и 7 килограмм и наклон кстати прогулочного блока здесь очень хорошие характеристики заявлены 95 у нас сидит ребенок 165 но чуть позже мы вам это покажем это он лежит возраст которого можно использовать прогулочный блок это с 3 месяцев до 4 5 лет максимальный вес кстати ребенка она выдерживает 22 килограмма и такой сразу момент 61 сантиметр здесь ширина колесной базы это важно понимать что вы в принципе в любой лифт заедите и сразу же давайте в двух словах вам комплектацию назову чтобы к этому не возвращаться в комплекте вы здесь получите дождевик подстаканник его чуть позже покажу матрасик прогулочном блоке еще дополнительно сумка органайзер здесь интересно идет в комплекте когда багажник будем смотреть посмотрим на нее вот она пристегивается отдельных багажнику и также вы получите еще в комплекте адаптеры для установки автокресла автолюльки как раз таки вот та третья позиция который можно докупить теперь ты расскажи до joy area весит 11 8 килограмм немножечко тяжелее будет отметил бы что здесь угол наклона спинки регулируется от 105 сантиметров до 175 очень практически горизонтально раскладывается спинка отмечу что также рассчитан на вес ребенка до 22 килограмм и по ширине колесной базы здесь ощутимо будет шире здесь 68 сантиметров имейте ввиду когда будете выбирать данную модель потому что может быть не во все лифты заедет данная коляска по комплектации данная коляска в себя включает дождевик адаптеры для люльки и автолюльки и матрасик в прогулочный блок который смягчает посадку так и начнем изучать с вами соответственно сверху вниз начнем с ручки что касается ручек здесь действительно joy пошел таким путем делать качественно и дорого и по ощущениям и на самом деле ручка бита очень качественной эко-кожей она толстая достаточно очень приятный хват она при этом еще знаете такая мягенькая и держишь ее прямо классно удобно очень держать держать ее вот что касается регулировки здесь телескопическая система регулировки ручки в достаточно широком диапазоне поэтому любой родитель сможет и высокий и низкий подобрать высоту ручки для себя в joy area ручка очень схожа с finiti здесь такой же абсолютный хват и материалы схожи регулировка ручки также телескопически в нескольких положениях регулируется по высоте что касается козырьков про ткань сразу скажу это относится в принципе вообще ко всей серии signature действительно ткань ощущается дорого она сделана хорошо тактильно приятная она внутри с каким-то вот дополнительным слоем это не просто один одинарная ткань она двойная поэтому она не продавает не промокает но достаточно долго не промокает потому что любую ткань под дождем долго она промокнет также есть защита от ультрафиолета по 50 стандарту вот и можно еще здесь дополнительно секцию высвободить и получил такой большой козырек и хочу поймет отметить здесь по бокам вообще эта фишка joy практически везде так делает по бокам вот одинаково здесь сеточки и также у нас здесь есть вот такое вот смотровое окошко назовем его так для вентиляции прикрывающиеся тканью а там что в joy area козырек имеет также дополнительную секцию и увеличивая секцию он у нас довольно таки глубоко закрываем ребенка сеточки по бокам по традиции как уже сказал александр и соответственно есть также смотровое окошечко сеточкой который закрывается дополнительной частью ткани на козырьке да здесь еще просто вот эти отверстия они просто больше здесь вот ниже здесь выше здесь чуть больше в общем все целом функционал один но размер немножечко разный да так давайте теперь заглянем на сами прогулочные блоки и посмотрим на вот эти матрасики вот этот дополнительный матрасик который идет в комплекте он снимается и можно соответственно его убрать но я бы оставил потому что с ним спинка ощутимо мягче здесь система пятиточных ремней мягкие накладки здесь действительно мягкие накладки не просто тряпочки на плечевой зоне накладочки хорошие на паховой зоне хорошие накладочки здесь у нас хорошие такие магнитные замки использованы он сам как бы дощелкивается никаких усилий не нужно и также для безопасности у нас установлен бампер тоже обид такой же как кожей как и ручка естественно вот и откидывается в сторонку как калиточка для удобства посадки ребенка эре используется схожие материалы и матрасик будет практически такой же как и фините накладки также очень качественно выполнены на плечевой зоны и в паховой части ребенка и ремешочки очень хорошие прям доработанные легко застегивается и вы на это мало времени будете тоже магнитный да тоже нам магнитные и отжимая кнопочку мы можем откидывать в бок бампер и естественно можем снять с двух сторон соответственно вот подножки соответственно у них идентичная регулировка до занимаются и опускается нажатием на две кнопочки папа что с размером спального места здесь здесь спальное место 88 сантиметров если ошибаюсь на сидел стадии до казалось бы вот они вроде почти идентичные но у финти она чуть-чуть длиннее поэтому имейте это в виду мы должны вам об этом сказать соответственно давайте сейчас посмотрим с вами на само шасси на раму спинку а пардон спинку давайте посмотрим те самые градусы о которых вот я вам говорил про фините вот мы опускаем 165 градусов и поднимая козырек у них отличаются немножечко сама конструкция и сложены в горизонтальном положении козырек по-разному работает до эре выгодно отличается то что мы закрывая козырек козыреком ребенка мы опуске еще опускаем спинку в козырек не уходит назад и за счет чего в лежачем положении мы очевидно лучше закрываем ребенка от солнца либо от непогоды что он имеет ввиду про уходит козырек вот я поднял козырек он верхней части закреплен и соответственно он сейчас здесь а вот когда я опускаю вот он уходит и ребенок здесь открывается тут же этого не происходит в любом положении спинки козырек остается в одном то же положение это тут неплохо вот соответственно давайте теперь и про раму поговорим что касается шасси и качество сборки в целом у джоя вот на самом деле здесь хороший такой я бы назвал вообще не кривя душой этот уровень сборки и материал в использованный премиальный потому что все собрано хорошо ничего не схрустить не скрипит вот подгонка такая что ее берешь и чувствуешь такую монолитную конструкцию в обеих мне кажется колясок вот прям берешь и вот классно вот но здесь отличие начинаются уже в самом низу первое что хочется подметить у них немножечко разная конструкция багажников потому что там багажник ну сейчас залим про него расскажет здесь например вот то что я вам говорил в комплектацию входит еще вот такая сумочка которая пристегивается здесь ее в нее можно класть какие-то вещи типа телефона бумажника там какой-то книжку чтобы она не валялась за счет ручки удобно носить за счет ручки а в смысле здесь ручка есть да как такая мини сумочка на самом деле прикольно сделано у багажника удобный доступ задняя стенка здесь жесткая так что что-то крупное положите или там мяч какой-то я не знаю что тяжелая он не будет выдавливаться и выпадать конструкция багажника хорошо плотно подогнана и смело можете сюда класть тяжелые вещи все будет хорошо и доступ повторюсь очень хороший удобный доступ что в тебя у аэро объем багажника как минимум не меньше будет и здесь есть разделительный такой отсек сеточкой который держится на кнопочках соответственно снимаем и можем объединить секцию также отмечу что есть кармашки вот в нижней части багажника есть вот закрывающаяся секция в самом конце багажника довольно таки объемные объемные секции отмечу также что есть возможность и по бокам положить что-то несущественное с двух сторон и соответственно за счет чего багажник становится максимально функционально до продумали до мелочей как в американских машинах 15000 подстаканников полочек себе такое в общем здесь с этим все окей теперь о колесах сразу давайте поговорим колеса здесь очень сильно похожи это что-то типа вспененные резины вы их никогда не проколите с ними ничего не происходит у них очень большой ресурс в общем никакого головняка с колесами не будет у вас ни у одной ни у другой колясок и на ощупь я начал сначала я даже уточнял я понажимал я думал что они камерные они действительно мягкие эти колеса поэтому с этим все хорошо и по поводу амортизации сразу давай посмотрим что у нас спереди есть антишок сзади соответственно тоже тебя что амортизация аналогичная на все четыре колеса здесь присутствует и сзади тоже супер и давай посмотрим как отличаются или отличаются ли вообще тормоза здесь получаем на афинити кнопочку вниз нажали и было бы вот здорово еще раз нажав чтобы она откинулась но здесь не так нужно просто снизу подтолкнуть и он откроется у аэро аналогичная ситуация надо будет нажать и чтобы снять тормоза носочком приподнять наверх окей здесь вот что у финики мне нравится я честно говоря не помню там нижняя часть она резиновая там здесь нет здесь не резиновая здесь пластиковая да вот я туда что приклеив мебельного магазина на самом деле это очень важно чтобы не царапать обувь резинкой вы ничего не повредите никак обувь так теперь давайте мы их сложим и посмотрим что они сказали очень важный момент напускаем здесь высота прогулочного блока отличаются у финити высота прогулочного блока от земли до сидения составляет 52 сантиметра а у аэро есть уникальная функция во первых самом низком положении то есть он регулируется 55 сантиметров и мы можем соответственно несложным движением приподнимать и регулировать высоту положение прогулочного блока и соответственно отжимая вниз опускать очень важный момент прикольно отличие вообще я совсем забыл молодец что вспомнил вот и я еще обещал вам показать подстаканник вот оно достаточно кстати прикольный 05 сюда спокойно залезает вполне удобный к сожалению в аэро подстаканника нет в комплекте ну что там можно быть отдельно вы можете докупить подстаканник любой коляске поэтому здесь все окей а кстати еще хорошо что и я теперь вспомнил у finiti есть дополнительная амортизация в самом сиденье здесь вот пружины установлены и я вот продавливаю и помимо амортизации всей плавности хода что дает шасси здесь еще достаточно мягкое сиденье вот смотрите какой большой ход да здесь за счет мягких материалов и гибкой так скажем конструкции сидушки тоже есть небольшое продавливание но не такой мягкой как в finiti и сама сидушка помягче да и теперь вот начинаются еще одни такие достаточно глобальные отличия это как они складываются чтобы сложить finiti нужно спинку вот так вот закинуть вперед и потом после этого дернуть за вот этот ремешок вот собственно как она складывается достаточно компактно теперь ты покажи аэрос складывается отжатием двух рычажков с баба с боков и опускаем блок таким вот образом и для более компактной формы можно запустить подножку и еще заметили да из-за того что она по высоте регулируется когда она складывается за того что она уезжает наверх она становится короче да поэтому такая крупная достаточно коляска вот можете давать я так сделать сравнить как они сложном виде но для таких размеров это нормально то что она вместе с блоком складывается и тайта это здорово так открываем вот так все это делается раз и вперед так собственно у тебя есть что добавить вроде все рассказали да я в мое короткое мнение по поводу finiti залим скажет что он думает по поводу эйра и айра как правильно его называть напишите в комментарии правильно ли мы произносим это у finiti моделька я ее считаю таким хорошим универсальным солдатом которая подходит хорошо на круглый год достаточно нормально она себя чувствует зимой я не могу назвать внедорожником но вседорожником так уж язык поворачивается назвать потому что достаточно комфортно круглый год на ней ездить вот и плюс качество качество хорошее само собой а что думаешь по поводу area signature коляска который можно назвать всесезонной вседорожной эта коляска уверенно проедет по суровым суровой местности коляска за счет того что до конца раскладывается можно стране в розы возраста использовать и без люльки и при этом очень хорошая закрываемость ребенка то есть она такая более зимняя из нюансов отметил бы что довольно таки широко расставленные задние колеса поэтому если дверные проемы лифты встречаются каждый день на каждой дневной пути то надо это учитывать но при этом с учетом таких габаритов с учетом таких характеристик коляска довольно таки не тяжелая 11 8 килограмм это вполне можно сказать не тяжелой коляской у них разница буквально здесь 17 там 1 и 8 100 грамм на вид окажется что будет разница ощутимая вот они умудрились это сделать по поводу ширины колесной базы это это действительно важно потому что люди покупают приезжают облить заехать не могут есть такой четкий стандарт 63 сантиметра стандартный лифт в новостройках они обычно все уже шире но вот старые дома хрущевки и тому подобное там вот 63 если живете в новостройках это не должно вас коснуться но замерить никто как говорится не мешает вот собственно и все добавить на больше нечего мы залива хотим пожелать вам сделать главное хороший выбор грамотной коляски для вашего ребенка и напомню ссылочки на этот бренд будут на эти коляски внизу в описании внизу в описании